Облик города – это не только площади и улицы, но и фасады и крыши зданий. Они тоже нуждаются в ремонте и обновлении. Дома на улице и площади Горького, Большой Покровской, сейчас приводят в порядок Фонд капитального ремонта и Дуг Нижегородского района. На сегодняшний день, как вы можете его сами заметить, все дома находятся в работе. Работы идут, соответственно, графику. До конца текущего месяца они будут полностью завершены. Объем, соответственно, достаточно большой. Он в целом большой. Ну и по этим домам он тоже довольно приличный, в связи с тем, что это многоподъездные, большие дома. То есть здесь, соответственно, работы тоже довольно много. Домоуправляющая компания ремонтирует помимо фасада еще и кровлю. Общий объем финансовых средств, запланированный на этот многоквартирный дом, составляет порядка 40 миллионов рублей. В общем, на территории города Нижнего Новгорода в рамках субсидии на условиях софинансирования с областным бюджетом запланирован ремонт 92 многоквартирных домов. В настоящее время работы выполняются на всех многоквартирных домах. Выполнено уже на текущий период 42 многоквартирных домов. То есть 42 фасада отремонтированы, все остальные находятся в работе. Работы будут завершены к середине июля. Обратил внимание тех, кто заказчиков, на необходимое соблюдение сроков. Не то, чтобы гнать в праздник, как говорится, а для того, чтобы меньше неудобно составлять жителям. Потому что это все равно шум, это пыль, от нее никак не уйти. Поэтому сказал ускориться. Жители конечный результат еще не видели, но позитивные перемены уже заметили. Цветовая гана мне нравится. Да, она такая спокойная, без каких-то раздражающих моментов. И нравится, как город вокруг тоже меняется. Вокруги дома тоже обращаю внимание. Город сейчас улучшается, потому что центр, площадь Горького, ужасная была. А теперь, да, приятно. Тем более мы в этом доме живем и надеемся, что все будут знать, что мы в красивом доме. Это одна из центральных площадей, поэтому, наверное, все-таки это стоило сделать в связи с предстоящими празднованиями. Кроме того, на площади Горького по обращению жителей приводят в порядок фасад и крышу школы номер 3. Уникальное здание постройки 1903 года украсит архитектурно-художественной подсветкой. Юлия Калинина, Время новостей.